Урок номер пять. Сложные высказывания. Рассмотрим более подробно основные логические операции над высказываниями. Конъюнкция — логическая операция над двумя высказываниями, результат которой равен значению «истина» тогда и только тогда, когда значения обоих высказываний равны значению «истина». Данное действие над высказываниями «а» и «б» произносится как «а» конъюнкция «б», также допустимо говорить «а» и «б». Из определения операции очень просто вычислить значение сложного высказывания. Значение «с» равно «истина», если значения «иа» и «б» тоже равны «истина». Если значение хотя бы одного из высказываний равно «ложь», то и значение составного высказывания равно «ложь». Дизъюнкция — логическая операция над двумя высказываниями, результат которой равен значению «истина», если значение хотя бы одного из высказываний равно «истина». Данное действие над высказываниями «а» и «б» произносится как «а» дизъюнкция «б». Также допустимо говорить «а» или «б». И здесь значение сложного высказывания вычисляется просто. Значение «с» равно «истина», если значения или «а», или «б» или обоих этих высказываний равны «истина». Значение «с» равно «ложь» только в том случае, если значения обоих высказываний равны «ложь». «Отрицание» — логическая операция над высказыванием, результат которой равен противоположному значению исходного высказывания. Данное действие над высказыванием «а» произносится как «отрицание а». Также допустимо говорить «не а». Кроме того, для данной операции используется термин «инверсия» и «отрицание а» может быть озвучено как «инверсия а». Вычисление значения для данной операции — задача достаточно очевидная. Если значение «а» равно «истина», то значение «б» равно «ложь». А если значение «а» равно «ложь», то значение «б» равно «истина». Сложные высказывания. Комбинируя логические операции над простыми высказываниями, можно составлять весьма сложное утверждение. Зная значение истинности всех простых высказываний и, применяя к ним законы алгебры логики, всегда можно однозначно определить значение истинности сложного высказывания. Рассмотрим такое логическое выражение. А — сложное высказывание, значение которого необходимо узнать. Б, С и Д — простые высказывания, значения истинности которых нам известны. Допустим, что значение B равно истина, значение C равно ложь, а значение D равно истина. Давайте вычислим значение составного высказывания А. Как и в обычной математике, выражения в скобках более приоритетны и вычисляются в первую очередь. В скобках мы наблюдаем выражение C — дизъюнкция D. Значение для дизъюнкции равно истина, если хотя бы одно из высказываний в выражении равно истина. Поскольку такое значение у высказывания D, значит, значение истинности для выражения в скобках равно истина. Теперь нужно вычислить общую конъюнкцию для высказывания B и выражения в скобках. Как мы только что выяснили, выражение в скобках равно истина. Значение истинности для B по условию задачи тоже равно истина. Если все составляющие операции конъюнкции равно истина, то значит и общее значение будет равно истина. Рассмотрим чуть более длинный пример. Пусть высказывание B имеет значение истинности «ложь». C тоже «ложь», а D равно истина. Выясним, чему равно значение истинности для выражения A. Сначала вычислим значение для первой скобки. Если C равно ложь, то выражение «не C» равно истина. Значение B по условию равно ложь. Таким образом, в выражении B, дизъюнкция «не C», значение одного из членов равно истина. А это значит, что и общее выражение в первой скобке будет иметь значение «истина». Переходим ко второй скобке. Нам нужно вычислить сначала значение выражения D, дизъюнкция «C», и затем к получившемуся значению применить отрицание. D, дизъюнкция «C» равно истина, потому что D равно истина. Применив отрицание к этому значению, мы получим «ложь». Нам осталось вычислить конъюнкцию от значений обеих скобок. Результат первой скобки равен истина, результат второй скобки равен ложь. Применив операцию конъюнкции, мы получим общее значение — ложь. Законы алгебры логики позволяют задавать компьютерной программе различные сценарии поведения. Выяснение результирующего значения «ложь» или «истина» позволяет запрограммировать действия, которые следует совершить в зависимости от начальных условий. Итак, настало время перейти непосредственно к программированию. Мы приступаем к изучению основ алгоритмизации на примере языка высокого уровня — Паскаль. Продолжение следует...